здравствуйте мои дорогие погодка меняется видите ветер поднялся но обещали 27 она уже с утра 30 завтра обещают дождик вот вы знаете когда дождь постоянно так надоедает а когда вот жара такая думаешь господи да лучше бы дождик вот мы люди до такой степени не угодить нам а я звонила сегодня в севастополь на пятый километр там где секонд-хенд бижутерии торгуют так хотела съездить сделать себе подарок на юбилей ну она говорит груз еще не пришел есть говорит 40 килограмм ну уже почти разобрали ну она чего поедете такую даль жалко и вот думаю я надоел мне дом сидеть понимаете думаю может симферополь съездить но дело в том что я там не была с тех пор как алинка лежала ну мы с ней лежали в больнице а это уже прошло почти три года если там эти магазины если там что а сами понимаете 7 часов дороги туда-обратно и и просто так съездить кайфу мало но очень хочется куда-то поехать надоело ладно буду думать так а сейчас у меня программа такая на почту от александры получить бандерольку и сегодня цыганский рынок я хочу арбуз хочу арбуз да надо каких-то овощей подкупить фруктиков я позавчера купила по пять штучек нектаринчиков персик и бананов ну как-то и съела как-то вы знаете вот теперь когда теперь когда нельзя сахара мне почему-то очень хочется сладкого и фруктов которые я раньше что и не ела вообще практически практически не ела так больше за компанией а теперь так хочется опять все к тому вот люди то что такое и мусор не убирают а кто сюда тащит мусор вот скажите с этих домов что ли ну наверно лень туда на мусорку тащить так они сюда скидывают люди вот вчера я не смогла на почту попасть вчера был праздник байрам то господи как он называется все учреждения были закрыты так что сегодня надо забрать орехи грецкие висят а я вы знаете вот думаю о чем мне делать с моим грецким орехом я же не ем эти орехи я их собираю собираю отправляю мурманск питер а мне кости говорит мам не присылай они 90 процентов гнилые думаю тогда на кой хрен нужен такой орех а гнилые они может от того что я не обрабатываю ничем мои золотые напишите мне кто в этом деле социалист а я и знать не знала а я сама не ем а им отправляю так ну ладно жду автобуса поеду но и вам покажу зацените меня вспомнила про эти очки которые от солнца в розовом и юбочку с розовым такая селянка в юбке сто лет в юбке не ходила и сумочка у меня розовая эти сумочки это меня марина моя подруга говорит они такие удобные правда удобные во первых очень устойчивые и вот поставил и она никуда не денется так ну что получила я от александра посылочку ну значит дома будет распаковочка вот и что-то знаете я так не хочется мне почему-то идти на цыганский рынок не знаю не хочется наверное пойду сейчас куплю арбуз тут на площади около церкви так мы не особо ничего там не надо не хочу так ладно пойду куплю себе сигарет овощей фруктиков да позвоню толику ой шляпы 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 все время смотрю на эти сумки думаю надо связать да чумно вяжи-то вяжи так ой мои хорошие как погода прям правда изменилась ветрища так ну что будем смотреть что александра нам прислала из волок ды так как то тут так закручено все хитро ох сашенька накрутила напаковала вот сразу видно что человек аккуратный дотошный правильный сразу видно да конца не найдешь он такой еще рисунок пестрый тут что так ладно мои хорошие давайте-ка я распакую все время не отнимать ваше ну открываем так так ну с чего начинать с коробочки давайте с коробочки так это видимо что саше нужно переделать вот вот тут чего то что тут чего то вот 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 это магнитик с Вологдей так так сейчас я вам прочитаю Есть в России места, что чаруют величием древним. Их напев, словно зов, перезвоном сквозь время звучит. Спасибо, Саша. А тут у нас что? Так, вот это пластик. Ну, они такие интересные бусинки, такие рябенькие. Мне чем-то напомнили, знаете, яички перепелов. Ну, это мы с ней созвонимся, и я у нее спрошу, что с чем делать. Вот это стекло. Пусики. Ох, а тут-то... Так, это кошачий глаз. Голубой. Ладно, я потом узнаю у Саши и вам поведаю. Так, браслетик какой. Вот так люблю вот такие цвета. Вот он чуть-чуть розоватый, пыльный. Так, о, браслет на магнитиках. Ой, сколько их в Болгарии продавалось, когда мы там жили. Они стоили по одному леву. Лев тогда был 22 рубля. О, какое. Какие, смотрите, элементики интересные. Так, три такие штуки, большой. Все в гигвоздики. Так, а вот это что? Ух ты, ожерелье какое. Ух ты, ожерелье. О, интересно. К сожалению, состояние у него, конечно, уже не очень, но интересное. Вот, да, только вот, 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 просто так не развернешь. Что тут еще у нас? Шанель! Смотрите, какая подвеска. Ну, правда, написано не Шанель, а... Ну, это китайцы так любят. О, Шанель, что ли, получил. Да, так, ну, и тут вот это, видимо, были... Было украшение, которое вот со временем развалилось. Так, ага, хорошо, переходим к этому. Ой, тут крыжаточки. Молодец, не надо выбрасывать. Присылайте мне, мне все нужно. Я очень не люблю выбрасывать. Так, бога, и как. Так, ладно, давайте-ка я разрежу, что-то. То терпения нету. Так, а, тут письмо есть. Очень хорошо. Добрый день, Любовь Николаевна. Сделайте мне, пожалуйста, из белых бусин комплект серьги-чокер и браслет. Вот, вот. Если на браслет не хватит бусин, то подберите что-нибудь. Ну, конечно, подберу, ну, шо же я. Вот такой хороший жемчуг стеклянный. Только вот есть ли такой цвет у меня. Они же еще и разного оттенка. Ну, посмотрим, ладно. Так, а из искусственного янтаря очень хочется кольцо из плоской бусины. Так. Кольцо из плоской бусины, а из остального сделайте браслет, но не такой формы, как у меня, что-то другое. Сашенька, вот тут я единственное, что могу сделать, вставлять вот здесь бусинки. Вот здесь. А больше из него ничего не сделаешь. Так, ладно, посмотрим, у меня есть же такие. Заранее. Заранее вас благодарю с уважением, с уважением Александра. Так, Сашенька. Так, Сашенька. А это, получается, все мне богачество. И вот кружавчики еще. Спасибо, Сашенька, спасибо большое. Так. Так. А это значит... Ладно. Спасибо. Что-нибудь мы из-за всего этого, конечно, придумаем. Угу. Так. Очень хорошо. Спасибо огромное. Так. Значит, ладно. Сейчас посмотрим. сколько тут. Ой, вот какая аккуратистка-то, господи. Все ведь... так у меня сразу значит саша такой вопрос мне нужно по шее если у вас есть наверно сантиметр так серьги чокер и браслет померите по шее сейчас я по шее вот какой длины вам нужен чокер потому что шеи то у всех разные у вас шея лебяжья длинная я видела на фотографии у меня совсем другое вот какой вам нужен длины вот так или прям под шею или может чуть-чуть подлиннее вот прям перед зеркалом померите и мне напишите и какой чокер однорядный или двухрядный это все мне напишите и померите вот тут руку вы померите вот так плотно да вот сколько у меня тут вот у меня 17 получается плотно и и напишите как вы носите браслеты прям вот так вот или по свободней чтобы он был я например люблю чтобы он у меня получается уже не 17 а 21 вот но вы смирите прямо плотно и он запястье и мне напишите так это что мне нужно от вас ну и с этим делом мы решим с вами что сделаю спасибо огромное за богачество прям спасибо мы с этим делом разберемся тоже ой как я люблю посылки получать вы не представляете во первых молодцы что не выбрасываете потом я то придумаю что с ними сделать и вообще люблю поковыряться в богачестве но вы меня знаете кто смотрит столько эмоций вызывают вот такие посылки девчонки вы не представляете ну ладно короче говоря пошла я подумать да саша и за коробочку отдельное спасибо так я тут еще нашла а это это адрес это саша адрес записывала чтобы не забыть правильно я тоже так делаю коробочка то у меня коробочки кончились вот видите как у нас погода-то изменилась ой-ой-ой ночью дождик обещают хорошо не жарко а я села поразбирать богачество ну и вам покажу и мысли вслух как говорится а я сижу начала разбираться с богачеством и вспомнила как лариса табашникова говорила она говорит да вот хочется сделать что-то а чего-то нет вот не хватает и тут раз тебе и бог посылает но не бог а люди или а кому-то и так а когда и бог посылает я так давно хотела сделать вот такого цвета украшения но у меня мало бусин такого цвета теперь вот есть вот эти смотрите какие красивые с таким бензиновым покрытием тут сейчас у меня не видно плохо видно вот такие вот сейчас я их разберу вы мою я обязательно мою весь материал и те что переделывать буду тоже буду мыть обязательно красивые правда бусины люблю такой цвет вот теперь обращаюсь к александре вот это ваше украшение вот это вот мои камушки александр может кольцо то сделать вот из такого из овального вот этот все таки вот эти вот острые края они будут цепляться за все да и для кольца мне кажется как-то грубовато вот а есть вот такие вот у меня три штуки вы мне напишите если вам эта идея понравится и напишите из как какого цвета сделать есть вот такой есть прям вот такой вот темновато красноватый есть вот такой вот прям почти прозрачный вот сейчас браслетом так теперь вот по поводу браслета но тут вариантов немного если вам не нравится эта форма я могу вам собрать вот такой или же вставить между этими бусинами или вот такие вот такие немножко плоские бусины да и да вот такие круглые других то вариантов то я не вижу кстати девочки если у кого-то есть ну-ка я же знаю вас много вы умные ну-ка ну-ка давайте-ка напишите мне напишите мне напишите мне можно вот такие вот вставить нет ну можно конечно и какие-то металлические бусины поставить я не знаю девчонки кто что предложит а одна голова хорошо а сто и двести еще лучше потому что конечно из этой имитации но я не знаю жду ваших комментариев короче говоря и саша тоже напишите ну что же мои дорогие время восьмой час заката скорее всего не будет поэтому я вышла с вами попрощаться пойду сейчас своими делами заниматься разбирать богачество от александр присланы ветер обещают ночью уже дождь посмотрим что за погода но нет жары и это замечательно что то я за эти дни устала от жары у у у новости у меня не очень у 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 с по у у у у Мне кажется, что шансов все меньше и меньше. Что очень грустно. Ну, надеется человек, конечно, до последнего надеется. Ну, уже как-то... Ну, сами понимаете. Вот. Ну, давайте, мои хорошие, всего вам хорошего, здоровья, покоя в душе. Ну, и хорошего вечера и спокойной ночи. Завтра увидимся. Ладно? Давайте, я вас обнимаю, целую. Пока-пока, мои дорогие. Пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»